Ребята, памяти в прошлый раз не хватило, поэтому видеозапись прервалась. Но, в принципе, я хотела сказать, вернее, я сказала то, что я хотела сказать. Чем бы я хотела завершить? Я бы хотела завершить тем, чтобы придать вам стимулы для улучшения этой ситуации, чтобы ребёнок не капризничал и не решал абсолютно всё за родителей, что в своём возрасте пока это просто ему не нужно. Конечно, целью, что вы будете регулировать его и направлять его с единой целью, чтобы впоследствии, когда он вырастет, окунитесь сами в эту ситуацию, когда вы на протяжении всей жизни с родителями вам разрешали всё. Всё выбирать, поддавались на все ваши уговоры, делали всё, что вы говорили. И тут вы оказываетесь один на один с жизнью. Реалии совершенно другие. Конечно же, есть очень много позитивных людей, есть очень много людей, которые вам помогут, но это не будет 100%. То есть вам нужно иметь определённую цель для того, чтобы, когда ребёнок вырастет, он всё-таки мог с трудностями справляться. И этому мы как раз в принципе, этому и учим наших детей, что трудности – это всего лишь ещё один шаг, который мы делаем, переступаем. А у ребёнка, который всё решает и всё сейчас в этом возрасте получает безотказно, у него нет тех трудностей и тех шагов. Да, ноги нужно переставлять, у него этого нет. Поэтому просто всё, что я вам хотела, ещё дописав это видео, подбросить мотивацию для того, чтобы вы умели делать то, о чём мы с вами говорили. И строгий голос равно настойчивый в моём понимании. Просто когда я уже шла, анализировала ещё дополнительно, что я недосказала того или того, строгий голос в моём понимании равно настойчивый. То есть если ты уже разговариваешь с ребёнком, то уже разговаривай достаточно настойчиво, когда дело касается того, что его нужно чуть-чуть поднаправить, когда его нужно чуть-чуть подтолкнуть, когда ему нужно что-то указать. Настойчивый голос. Да, я сказала вот так вот, я прошу тебя делать вот так вот, мы делаем вот так вот, у нас есть это и это, мы можем выбрать между этим и этим. Всё, что я могу вам пожелать, терпения, настойчивости, успеха в этом нелёгком деле. Но вы сами при этом будете меняться. Дети учат нас терпению, дети учат нас совершенно другим качеством. Я бы желаю, чтобы у вас всё получилось. Малышке я желаю справиться с тем, что сейчас её ожидает чуть-чуть другой мир. Но на самом деле ей это понравится, потому что вседозволенность — это вроде бы родители любят своего ребёнка, но такой странной любовью, что дети не ценят такую любовь. Когда родители разрешают детям всё, дети в итоге эту любовь не ценят. Я не знаю, чем это обосновывается, но я читала, что когда детям было разрешено всё, они даже в какой-то мере обижались на родителей, что они не могли им подсказать, показать, направить. То есть как бы они настолько вот как бы всё пускали на… Да, всё для тебя, весь мир к твоим ногам. В итоге дети потом разочаровывались от этого. Поэтому вперёд, всё получится. И пишите комментарии, пишите, что у вас получилось. Пишите, помогло ли вам это. Я всегда с удовольствием жду и всегда с удовольствием отвечу вам. Всех благ вам. Солнышко хотело вам это передать, но солнце закончилось. Но тем не менее, у нас всё равно ещё лето. Всего-всего вам наилучшего. Делитесь своими впечатлениями и эмоциями от того, когда у вас это получилось. Я очень жду от того, когда вы используете данные советы и когда у вас есть результат. И самое главное, вы довольны тем результатом, который у вас есть. Всем пока. Привет из Нью-Йорка. Пока-пока.